Здравствуйте! Вы смотрите программу интервью. С вами Ян Ермешов. Сегодня мы отклонимся от привычного формата беседы. Дело в том, что губернатор Красноярского края Александр Уц сегодня рассказал журналистам о том, каким будет бюджет Красноярского края на 2020 год. При этом по предложению главы региона о финансировании многих важных статей были внесены существенные изменения. Прежде всего это касается социальной сферы. И сегодня наиболее важные отрывки из этого выступления мы и предлагаем вашему вниманию. Когда мы планировали наши расходы и наши возможности на будущий бюджетный период, исходили из того, что главной задачей нашей является повышение качества жизни людей. Есть несколько составляющих при решении этой задачи. Конечно же, это безусловное выполнение своих обязательств по выплате заработной платы и стремлении к ее повышению. В этой связи хочу сказать, что фонд оплаты труда в Красноярском крае бюджетников увеличивается на 6,8 миллиардов рублей. Хотелось бы больше, но пока столько, сколько мы можем. И вторая составляющая. У нас значительное число людей, которые с трудом удовлетворяют элементарные потребности. Имеется в виду и медицинское обслуживание, лекарства, платы за коммунальные услуги и так далее. Поэтому мы будем уделять по-прежнему очень большое внимание социальной поддержке слабозащищенных людей. В Красноярском крае действует сегодня более 200 мер социальной поддержки, многие из которых являются инициативными, нашими, красноярскими. Мы можем себе это позволить и будем это делать, несмотря ни на что. При этом отмечу, что объем финансирования здесь тоже будет увеличен с 25 миллиардов до 30 миллиардов. Это большая сумма. И на будущее хочу сказать, что система социальной защиты будет, конечно же, у нас меняться. Меняться для чего? Для того, чтобы помощь оказывалась действительно тем, кто в ней в первую очередь нуждается. Не исключено, что здесь вот эти финансовые средства будут сконцентрированы на чуть меньшем в будущем количестве направлений, но объем социальной поддержки сокращаться не будет, а скорее он будет увеличиваться. Этот год мы объявили годом территории, и я думаю, следующие годы тоже будут годами приоритетного развития, приоритетной поддержки наших городов и весей, отдаленных районов и городов. Люди, живущие там, этого, конечно же, заслужили. Здесь я хочу сказать, что, двигаясь в этом направлении, в сторону территории, мы сделали небольшие, но симптоматичные шаги в плане укрепления финансовой основы местного самоуправления. Для того, чтобы у них было больше возможностей закрывать свои потребности и больше возможностей, финансовых возможностей для проявления самостоятельности. В чем это выражается? 5% дополнительно к налогу на прибыль мы передаем на муниципальный уровень, а также 50% поступлений от упрощенной системы налогообложения. Да, под это подводятся и дополнительные расходные обязательства, но вот этот тренд больше финансовых возможностей с большей ответственностью мы будем продолжать. Мы с вами стали свидетелями того, как серьезно за последние 5-7 лет подтянулась система детских дошкольных учреждений, ясли, детские сады. И в этом смысле школы, надо откровенно говоря сказать, подстали у нас. Именно поэтому, планируя строительство 19 детских дошкольных учреждений, у нас вот было запланированное строительство 13 школ, мы посмотрели внимательно на самые острые потребности, и я поручил правительству, и уверен, депутаты меня поддержат, предусмотреть строительство еще 5 школ. Это Манский район, Большая Мурта, Ирбейский и Абонский район. Общеобразовательные учреждения, это, конечно, важно, но хотел бы обратить ваше внимание, что у нас есть очень специальные сферы, где надо тоже дело менять к лучшему, не ограничиваться только детскими садами и классическими школами. Я не знаю, бывал ли кто из вас в нашем хореографическом колледже. Вот побывал сейчас летом, спустя, наверное, 10 лет, и думаю, что эти маленькие ребятишки и их родители совершают настоящий подвиг, когда они заняты тяжелым, но творческим трудом, фактически, ну, с рассвета, что называется, до вечера, а живут в тяжелейших условиях. В тяжелейших условиях. Поэтому мы приняли решение, учитывая и высокий культурный уровень Красноярска, учитывая потенциал нашего края, приступить к строительству нового хореографического колледжа. Он будет построен у нас на острове отдыха и будет выглядеть достойно. И еще об одном очень специальной теме, забытой теме. Я имею в виду, это учебное заведение для сельской молодежи. Мы приступаем к строительству современного сельскохозяйственного техникума в Шушенске. Структура, к работе которой будут привлечены и крупные дилеры, поставляющие технику. Мы должны учить на современной технике, на той, которую будут эксплуатировать. И, конечно, сами сельхозтоваропроизводители. Для того, чтобы понимать, для чего учить, куда ребята пойдут. И такая система будет отлажена, я думаю, в ближайшие два года. И мы начнем тиражировать этот опыт. Нам необходимо усиливать первичное звено здравоохранения, поскольку оно является фундаментом сохранения здоровья. Именно поэтому мы приступаем к строительству. Собственно, строительство уже идет, точнее, продолжим финансирование строительства больницы в Енисейске, прежде всего. Город подтянули. Все там стало гораздо лучше, да? Теперь надо это поддерживать в нормальном состоянии и использовать. Но что там за роддом был? Там, извините за простоту, чуть ли не женщины тазиками горячую воду кипятили. Это абсолютно недопустимо. Поэтому роддом мы там построим. В Шарипово тоже поликлиники. В Ирбее, в Идре и в Красноярске, в нашем микроорайоне Покровский. Но при характеристике здравоохранения хотел бы подчеркнуть следующее. Можно построить дворцы медицинские. Можно построить много поликлиник. Но толку не будет, если мы не обеспечим там работу для хороших подготовленных медиков, заинтересованных, квалифицированных. И поэтому мы с прошлого года, как вы знаете, начали практику направления наших состоявшихся молодых медиков на зарубежные стажировки. Мы будем увеличивать финансирование на такие стажировки, а также будем приглашать зарубежных специалистов для краткосрочной работы здесь. Медсёстры и фельдшеры. Тоже наше уязвимое место в здравоохранении. Мы увеличим в два раза за счёт наших возможностей, коль скоро деньги теперь появились, госзаказ на подготовку фельдшеров и медицинских сестёр для того, чтобы до 300 человек в год учить за счёт краевого бюджета. И ещё об одном, касающемся работы медиков. У нас зачастую медик-то есть, и он хороший, живёт он там где-то в селе, но в зону его обслуживания входит несколько деревень, а выехать он туда не может. Поэтому вот я обратился к депутатам с простой очень инициативой. Давайте мы будем покупать сельским врачам машины, для того, чтобы они могли ездить не по грибы, а ездить, соответственно, на вызовы и реально оказывать медицинскую помощь в рамках целого куста. В следующем году мы планируем купить 25 автомобилей, пробно отточить эту систему в рамках программы «Мобильный доктор». И затем по 25 таких автомобилей покупать ежегодно. Знаете, у нас с вами есть хороший опыт реконструкции библиотек. Это досуговые центры, куда приходят люди за общением, за культурой, за музыкой и, естественно, за книгами. Но вот эти библиотеки в основном находятся в Красноярске и в крупных городах. Поэтому вот я с позволения депутатов поставил задачу до 10 библиотек в год реконструировать на таком же уровне именно в сельской местности, для того, чтобы они вновь стали очагами культуры в полном смысле этого слова и в два раза увеличить финансирование на строительство и реконструкцию сельских домов культуры. С такими же подходами мы намерены двигаться и в сторону развития спорта. Теперь у нас новый министр спорта Павел Александрович Ростовцев. Он всегда выступал за развитие спорта массово и физкультуры. Не в ущерб, конечно, нашим профессиональным командам. Но, тем не менее, акцент должен все-таки быть сделан на развитии спорта в территориях массовый спорт и физкультура. Из крупных вложений в это направление отмечу следующее. Енисейск – биатлонный комплекс. Там будет построен биатлонный комплекс. Канск – это крытый каток. Минусинск. В Минусинск мы готовим к юбилею. Там будет построен плавательный бассейн. Ну и, кроме этого, значительное число фуков, плоскостных сооружений и многого другого, но с акцентом на территории. Мы к 14 миллиардам дорожного фонда добавляем свой миллиард на дороги. И я исхожу из того, что, когда финансовая ситуация как-то там прояснится, мы выйдем на корректировку бюджета и добавим еще до миллиарда. Это серьезные деньги. Да, каких-то революционных изменений в дорожной сети не произойдет, но последовательное движение в этом направлении должно стать нашей стратегией. Относительно реки. Мы рассчитываем в конце этого года подписать контракт. И надеюсь, что будем с вами свидетелями закладки Петербурга, красноярских красавцев, теплоходов. Но однозначно, что в бюджете следующего года мы уже соответствующее средство на лизинговые платежи предусмотрели. Что касается региональной авиации, почему я об этом говорю? Мы запланировали в бюджете выделение 1 миллиарда рублей для приобретения 720-х АТРов. Это турбовинтовые современные самолеты, которые мы запустим на наши региональные маршруты. Ан-24. Это, конечно, замечательный, легендарный самолет, но тем не менее срок службы их уже подходит к концу. И красноярцы должны на внутренних рейсах тоже летать в достойных условиях. Мы много говорим о Енисейской Сибири. Говорим не просто так, а поскольку работаем по запуску этих проектов. Это большие проекты. Они, каждый из них, стоят десятки миллиардов рублей. И поэтому подготовка к их запуску, это тоже дело непростое. Мы рассчитываем в первом квартале следующего года принять решение по так называемым РИПам, региональным инвестиционным проектам. Это соответствующие законы. И в следующем полугодии эти, по меньшей мере, пять крупных проектов, таких как Медвежий ручей, Арктик-Палладиум на севере, Полюс золота и ряд других, стартуют. Но! Мы неоднократно с вами говорили о так называемой локальной экономике. И если кто-то думает, что это были слова, он заблуждается. Развитие малой экономики, оживление экономической активности на территориях является нашей приоритетной задачей. Для этого выделяется порядка 250, для начала, миллионов рублей для развития сети потреб-кооперации. Есть задача сделать это везде, для того, чтобы простимулировать, в том числе и вот такую малую, что называется, экономическую активность. Таким образом, финансовая база у нас с вами достаточно серьезная, но мы не должны почивать на лаврах, и каждый бюджетный рубль должен работать на пользу нашей экономики и, конечно, на пользу конкретным людям. Это были отрывки из выступления губернатора Красноярского края Александра Уса. Сегодня он рассказал о том, каким будет бюджет 2020 года. А в пятницу в 20.00 на нашем телеканале в программе «Есть мнение» эксперты продолжат обсуждение краевого бюджета следующего года. Всего доброго, до встречи.